Валерий Михайлович Халилов запомнился как человек, показавший и открывший всему миру важность и значимость духовой музыки, вспоминают коллеги по творческому цеху. Некоторым из них довелось не только играть с легендарным дирижером на одной сцене, но и постигать азы профессии под его началом. Настоящий профессионал своего дела, строгий и справедливый наставник, рассказывает бывший ученик Халилова Олег Чемоданов, ныне главный дирижер военного оркестра регионального управления Росгвардии. Когда я поступил в военный институт военных дирижеров, на всем протяжении моей службы в течение пяти лет, всегда кураторство возглавлял главный военный дирижер. В то время был Валерий Михайлович Халилов, он часто нас включал концерты, проводилось в течение этих пяти лет, парады проходили на Красной площади, участвовал на Спасской башне, где он всегда был главным организатором. Он иногда курсантов выставлял в хор, чтобы помогал для оркестра Министерства обороны. В память о маэстро в 2019 году был учрежден Международный музыкальный фестиваль духовых оркестров имени Валерия Халилова. В 2022 он прошел уже во второй раз. Самара принимает его впервые. Первый фестиваль два года назад прошел в 20 городах России, сейчас проходит в 40 городах России, в том числе и в Самаре. То есть Самара удостоилась такой чести. Организаторы фестиваля порадовали самарцев насыщенной программой. На сцене Дома офицеров звучали всем знакомые патриотические песни, известные композиции советских и российских авторов и произведения самого Валерия Халилова. В концерте приняли участие сводный оркестр Самарского военного гарнизона, детский хор «Подснежник» и, конечно же, музыкальная жемчужина города. Самарский концертный духовой оркестр под управлением главного дирижера Марка Когана. Честь большая, ибо здесь был центр Привозского, а потом Привозского Уральского округа. И генерал Халилов, будучи еще майором, более младших и будучи генералом, бывал в нашем городе не раз и принимал программы штабного оркестра и участвовал в организации программы, в участии в фестивалях. Международный фестиваль духовых оркестров приурочили ко дню рождения легендарного дирижера. В 2022 году Валерий Халилов отметил бы 70-летний юбилей, но его жизнь оборвалась в декабре 2016 года. В небе над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154. Погибли 93 человека, в том числе 64 музыканта ансамбля имени Александрова. Но музыка, которую они исполняли, продолжает жить. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.